Мы можем настроить отдачу файлов кэша напрямую легким сервером Engines. Мы уже с вами разобрали, каким образом можно настроить в админке композитный режим. По умолчанию он работает, отдавая через php кэш с диска. Для того, чтобы файлы отдавались с помощью Engines, нужно произвести настройку Engines. Для этого Engines у вас должен быть установлен и работать. Мы уже включили работу ММКэша, давайте выключим и переключим обратно на работу на файлах, сохраним настройки. Теперь нам необходимо произвести соответствующую настройку конфигурационного файла Engines. Для этого в директиве сервера к текущему вашему сайту присутствует ряд параметров. Более детально вы сможете ознакомиться в документации по конфигурации Engines. Здесь я кратко остановлюсь на переменной прокси-сервер, то есть на каком порту у нас работает апатч. В данном случае 4 восьмерки. Также путь до корня сайта, от корня файловой системы. И дальше, соответственно, у нас объявляются две пустые переменные. Мы проверяем все условия для включения композитного режима. Проверяем, что не выполняется АЯК-запрос, что метод передачи только GET, то есть никаких постов, не установлено KUKA-NCC, не работаем в режиме HTTPS и, соответственно, существует файл .enable. Далее проверяем на то, что у нас браузер, который открывается в текущий момент, не Internet Explorer 9 и не более ранняя версия. То есть от Internet Explorer 10 и выше композитный режим будет работать. В противном случае необходимо отключить. Также проверяем на, соответственно, авторизацию наличия прав. Идет стандартная директива. И вот основная часть, к которой необходимо уделить внимание, это случай, когда у нас любой путь заканчивается на слэш и случай, когда у нас какое-то имя файла .php. Соответственно, в этих случаях мы здесь задаем путь с маской. Здесь указываются переменные, хост, ури, соответственно, аргументы. Которые соответствуют нашему виду кэша, который лежит на диске. И вот, как видите ниже, на случай, если такого кэша не существует, нам необходимо вызвать Apache. Для того, чтобы, соответственно, кэш был сгенерирован. В противном случае, если это будет первый хит, когда кэша еще нету, файлов указанных еще нету, произойдет ошибка. Потому что engines попробует открыть этот файл. У него ничего не получится. Файла нету. Он вернет 404 ошибку сам. И все. На этом ваш сайт больше не сможет работать. Соответственно, вот так у нас все это работает. Здесь настроено файло. Обновляем. Создается кэш. Видите? Соответственно, отдается engines. Но каким образом гарантированно можно проверить, что у нас engines не выступает в роли проксирующего сервера, а действительно у нас происходит отдача с engines, не используя Apache вообще. Для этого мы можем поступить очень простым способом. Мы возьмем и остановим Apache. Apache у нас остановлен. И у нас все должно работать в композитном режиме. Как видите, действительно у нас все сработало. Единственное, наш аяксовый запрос на втором хите завершился неудачей. Также, если мы сейчас откроем сам сайт, видите, engines не смог достучаться до Apache. Произошла ошибка. Но, когда у нас работает композитный режим, у нас engines отдает успешно все. Не забудем запустить Apache обратно, иначе у вас сайт будет не работать, по сути. оригинальные данные, Спасибо за brauch на тепло Focus. Произошло meritischer приключ圍. Продолжение следует...